Viewer discretion is advised Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хоманский, это 1.16 Кубка Раков И сегодня со мной мои дорогие друзья Наконец-то здесь нет линка, я могу говорить слово друзья, а не коллеги Андрей Стрегуль и Денис Фанвизин Да, здравствуйте Да, добрый всем Сегодня играет команда Ранетки против команды Нул Я попробую объяснить, почему так получилось Это уже вторая игра Нул, которую мы комментим Так получилось, что мы сейчас комментим не игру команды Нул, а игру команды Ранеток Потому что она успела заебать абсолютно всех на начальном этапе турнира Больше всего она заебала Стрегуля, почему я говорю она, ну команда Ранетки Они, они Ранетки Ранетки Посмотрите на название Я не общался ни с кем, кроме капитана, но капитан действительно успел меня заебать А меня они успели заебать еще в лобби, вот что самое удивительное Это нужно иметь настоящий талант для того, чтобы заебать человека всего-то в лобби Вдумайтесь, поэтому мы не судьи, мы комментаторы Значит мы можем быть в какой-то мере пристрастными И я просто хочу, чтобы им драли задницу, у меня нет слов, как они меня заебали Я даже холодненького пивка себе налью, откинусь, а вы пока с Андреем обсудите пик и баны Ну, как видят уже наши зрители на экране Команда Ранетки взяла Джакира Тайтхантера Луну забанила Андайинга И забанила Магнуса Я бы сказал, что классический цемовский пик у команды Ранетки Более того Абсолютно классические цемовские баны Луну, по-моему, не так часто берут, Юр Ну, кстати, зря Ну да Хотя ты, наверное, Мирану больше предпочел, если следует... Мирану еще реже берут, чем Луну Мирану вообще почему-то никто не любит, хотя я лично не согласен По-моему, Мирана отличный герой Для Сэма так особенно, с ее-то ультой Так вот, команда Нул взяла Нукс Ассасина, Батрайдера и Рубика Забанила Дарк Сира и Баунти Хантера Да Котла забанили, смотри-ка Ну... Кому не угодил котел, как говорится Этот старый бородатый дед Видим ли мы сегодня кого-нибудь за инвокером, мне интересно, или нет? Не думаю Странно что-то Обычно так... Неужели так мало команд, в которых есть про-инвокеры, которые могут перевернуть игру? Ну, думаю, да Причем инвокер, насколько я знаю, достаточно сложный Я думаю, что никто не хочет рисковать, на самом деле, положившись на то, что его нету Да Ну, будет Рубик, я надеюсь, Рубик будет воровать ульту у Тайда, у Джакира Самое лучшее, по-моему, что может украсть Рубик, это ульта Энигмы Из всего вообще, что есть в игре, но это чисто мое мнение Ну, а ульта Тайда чем тебе не нравится, Юр? Ну, не знаю, ульта Энигмы все-таки как-то она и длится больше, и можно больше всего сделать А ульта Тайда она раз и... Ну, тогда ульта Магнуса, я полагаю И кроме того, не забывай, что Тайд делает вокруг себя это все, то есть он должен оказаться... И если Тайд Хантер может еще зайти, допустим, за башню в толпу противников и врубить ульту, то Рубик может просто не дойти банально до того места, откуда радиуса хватит для того, чтобы застанет максимальное количество людей Ну, я говорю, тогда ускорее ульта Магнуса У нее самая большая продолжительность Как же все-таки это забавно выглядит, когда мы обсуждаем такие тактики, мы же реально кукаретики Такие, вот как надо, надо бы так взять Ну подожди, 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 но это же Кубок Раков Ну да, действительно, кто может быть более... Вообще, вообще, насколько я думаю вообще про тактику Кубка Раков, я думаю, надо брать Рикки Мару и Траксу Я все ждал, что какая-нибудь команда по фану чисто возьмет Рикки, Траксу, Гондара, там... Но никто не хочет проигрывать Зевса, например А знаете, почему никто не хочет проигрывать? Потому что в нашем турнире самый большой призовой фонд в любительских турнирах во всем СНГ Да, господа, 16 тысяч получает первое место Другие, правда, без заступительных взносов, но это все равно не отменяет того факта, что у нас самый большой призовой фонд Даже, по-моему, в каком-то этом, как то ли Старладер, нет, там 300 долларов или что-то такое То есть у нас можно реально зарабатывать деньги на доте, если вы, конечно, знатный и опытный, да Ну, Юр, преимущество Старладера, я, конечно, не хочу его пиарить, но там есть шанс пробраться выше, ну, в более крутые лиги У нас такого нет Ну, может быть, с нами договорится кто-нибудь, там, не знаю Интернешнл Интернешнл, да, прикинь Там победители Кубка Раков Победители Кубка Раков отправляются в Интернешнл играть с Нави Победители Кубка Раков отправляются в Горелу В натуре для них какая-нибудь Вот это смешная шутка Элитная рума там, типа, 299-й У всех отбираются инвайты и банятся пожизненно по IP в доте 2 Да, 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 и они отправляются играть опять на Горелу Лайфстилер и Тинни забанены Тинни, видимо, забанила команда Ронетки, пометуя Как Тинни играли в последние две финала Лондруиды и Бестмастер Тимпларку взяли, Юр, опять берут Тимпларку Зачем ты тогда при неё сказал? Господи, какие же однообразные пики на протяжении всего турнира Что этого, что предыдущего Я увижу когда-нибудь, я увижу когда-нибудь Кого-нибудь, вот, ну, опять Подожди, Денис, здесь фишка в том, что ты можешь брать однообразные пики до тех пор, пока они приносят тебе победу Согласись Да, да, да То есть, если у тебя существует какой-то непобедимый пик, я бы, наверное, только его и использовал Потому что это плей-офф, у нас здесь нет игры по группам и негде там... А ты знаешь, что чаще всего спрашивают? Почему на Сэме не играют Траксой? Ну... А ты знаешь, почему на Сэме не играют Траксой? Ну, забанена она, Кубок Раков, блядь, чувак, что ты хочешь, о чём ты говоришь? Тракса слишком дисбаланснутая для Сэма и для турнирных игр, в принципе Давай вот щас... Ээээ... Нет, щас мы не сможем Как-нибудь при записи следующего... Ну, слушай, много существует дисбалансы Расскажем, какие герои забанены в Сэме, чтобы у людей... Чувак, ну, чувак, ну уж извини Пусть потрудятся, я не знаю, создадут лобби и сами посмотрят там, какие герои забанены Может мы ещё... Джиггернаута взяли, ребят Вот это необычно, не было Джиггернаута, по-моему Ну вот, видишь, а ты говорил, что... А щас какой-нибудь Свен наверняка будет, я прям чувствую, что будет Свен Я... Блять, да я прям Я чую запах Свена Он должен щас появиться, ну же Или, может быть, это Федя Смех, 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 Смех... Ну же, Смех, Смех... Ну, слушай, по всей логике у них танка нет. И Life No Ways прекрасно играет Смех, и... Игра может быть просто решена за счёт этого Ну почему же? Ну же, Смех, Смех, Смех! как так дополнительное время ты заметил что в команде ранетки два сэра и все остальные не сэры полагают капитан и керри на самом деле остальные заслужили до саппорта не заслуживают титула сэра я почему продолжать называть их ранетки написано же ранетки попробуй скажи не акцентируя на букву е слова ранетки так и получается как ранетки 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 вот я говорю еще повторять это просто очень много много раз давайте ранетки фантом лансер да ладно видишь все таки это был федя лайфнэвервэйтс будет на батрайдере странно а сэр кролл который нас так заебал будет на джиггернауте понятно понятно у капитана самомнение я не знаю больше чем желание победить это ты к тому что он взял джиггернаута да ну нормально он сейчас отжага всех затачки может быть он мега профессионально играет может быть он мега профессионально играет за джаггер давай не будем кукарякать давай окей пусть пускай пускай мне надоело просто я я послушал уже одну шестую одну тридцать вторую в исполнении лиски и линка и порох как обычно смотри идут ну в который раз уже под дымом под дымом идут смотрите а помнишь забавно было когда одна команда пошла вверх под дымом а другая вниз я по-моему с линком комментирует манты да я видел но смотри сейчас сейчас они никого не заберут потому что я так полагаю что вероятность конечно очень мало того что ранетки смотрели предыдущие игры но команда ранетки не знает что нужно вот так делать что можно команда ранетки просто трется на базе как но ну использует эту тактику уже третий раз и они могли бы очень жестоко наебаться если бы им подготовили так сказать засаду я думаю в следующей игре явно будут их пасти там с таким нибудь они они в следующие не пойдут туда видишь чем командора команд ранетки не слилась только потому что протупила вот это интересно зря ты так зря ты так говоришь посмотри вроде даже закупы не самые плохие ранее сэр кролл сэр кролл идет соло бот на миду ланайка довольно предсказывает атаки подожди а андрей это костюм на ланайку да это костюм на ланайку а вы красе какой красивый костюм да она какая-то как индийская принцесса ну любая восточная на самом деле не обязательно жасмин джасмин да 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 я ее имел ввиду ну все начинается лайфнэвэйт сплюется этой харчой ненавижу это говно у батрайдера начинается лайфнэвэйт сплюется харчой все понеслась кубок раков лайфнэвэйт сплюется смотри не поставили ранетки антиотводный вард то есть скорее всего еще и будут отводить нуловцы будут хотя в лесу качается руб как-то странно он качается в лесу что с рубиком посмотрите он мадрил а он вытянул крипа одного смотри типа а другие пошли в обход айдынул смотри что он сделал вот это чертяка смотри он крипа отвел сюда под башню в липов этих вообще повел в лес господи что творит что творит чики чики бум просто нихрена себе но стоило подождать его да правда ведь хотя с другой стороны я уже слышу как школьники в комментариях пишут дача по ночам особенного что особенно все так делают все так делают отводят я всегда так зарежу рубиком когда мы играем смотри 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 и этот сейчас пойдет отвозить еще жук да я так полагаю что сера кролла заберут такими темпами через пару-тройку левелов но тут тоже отводят на самом деле но сэр кролла тоже кстати красивый костюм посмотри юр джакира уже задамажен практически наполовину как так при том что три плой стоят против одного куба краков дамы господи кого красивый костюм джакира сэр кролла а так почему что горишь джакира ну-ка да симпатичненький только глаз нет это джаггернаут как в матрице денис еще хотел относительно еще хотел относительно того что такое кубок раков у нас платный турнир но если вы хорошо показали себя в кубке раков то мы планируем сделать не то чтобы не то чтобы свою лигу так сказать не то чтобы что-то подобное но может быть какой-нибудь бесплатный турнир для тех кто лучше всего показал себя в кубке раков крабов причем с нормальный там с групповым этапом то есть сначала подгрупп потом плей офф все такое но это все после окончания второго кубка раков и то если у нас будет время и желание потому что очень много команд которые хотят уже записаться на третий кубок и мы ограничены своим как это сказать свободным временем вот да да стендапы мои никто не смотрит поэтому теперь будут зарабатывать на кубках раков итак love life never waits продолжает плеваться своей харчой на миде как кстати успешно до 400 уже набрано сейчас еще один стак накинет и может убить принцип не ну не еще бутылка недопита она в худшем случае войдет смотри-ка смотри-ка убьет сейчас следи за медом смотрю-смотрю очень риск вот такие вот хотя до 7 стаков я сразу сказал насколько же все таки идет смотри предугадал да уйдет конечно это желательно вырвается до фабащика фабащика еще инвиз рубила типа сейчас отлетит банка топьется и пойдет дальше стоит играл что-то по-моему очень далеко от крипов ходить я даже не уверен что ему экспо идет какая-то ну посмотри и небольшая рекламная пауза спонсор сегодняшнего показа дикей шоу дикей шоу мы показываем вы охуеваете от результатов поторопись подписаться давай кстати игровую статистику мы опять забываем смотреть по давитому отнято ну естественно тут нул первые три места занимает сэр кролл который капитаны который фармит типа сложный он во всей команде красных три диная короче за игру да и сэр кролл не убил ни одного крипа тэд хантер убил 1 ланайка 1 джакира 2 и луна 12 при том что она стоит сложная точнее наоборот в легкой опять 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 не предугадали невозможно угадать какой матч начинать комментировать какое будет интересным а какой нет я чувствую что тут опять будет слив но я рад этому сливу потому что блять сливают команду ранетки ну чувак мне кажется интересные игры пойдут ближе к 1 4 ну да хотя и 1 8 может быть потому что зависит все таки ну у нас очень много отборочных игр и рандом мог так еще распорядиться кстати что две каких-то сильных команды интересных они могли столкнуться еще в 1 32 вот чем дело в этом определенный минус система плей-офф но просто мощнее ограничено в человеческих ресурсах и 64 команды а если бы мы стали делать подгруппы то как вы понимаете 16 подгрупп 16 подгрупп по 4 команды и в каждой подгруппе это 6 игр и того как вы понимаете 96 игр это только на вот отбор еще раз убивают на медиала найку ах пропустил ну хотя да видно патрайдер опять поджог на и варка наверху убила джакера еще сейчас еще убьют они они убьют но если бы целилась полифеофану может быть ноу но погнала их скажем так погнала одна троих обрати внимание так и несло так надо играть за брку да я так и играю за варку да иди ты к чертовой матери рассказывай кому-нибудь другому пиздобол кто тащил игру против лайнс прайс в прошлый раз никто не тащил сосали дим косян тащил денис вот кто тащил ты все болеешь денис да ну я уже практически выздоровел это хорошо болеть это не здорово только карлсон любил болеть а тебе наверное слушай батрайдер с невидимость неужели опять чем заберет кого-то а не 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 подожди смотри у него бутылка и еще есть этот smoke of the sip что юр очень смешная херня дениса действительно прописать прописали тусин плюс на денис ты ведь правильно его употребляешь я думаю что не не хорошо говорить об этом на ю тубе надеюсь денис что ты пьешь его строго по инструкции подожди подожди все стригуль вот опять мне придется вымарывать это из летсплея ты можешь ебальник закрыть когда рецепт уже выписали человеку что я все вот пусть она употребляет его только по рецепту строго по рецепту только тогда обязательно хотя при расчете день на массу дениса я думаю даже по рецепту можно упороться в хлам этим денис прикинь ты же весишь больше центнера вообще вдумайся да сука ты ёбаная я ведь хотел я хотел между прочим я хотел я ждите подождите подождите sir cruel второго уровня ребят у меня у деда в подвале картошки в неудачные года меньше чем ты весь вот правда скотина я хотел сделать и приятная правда я знаю что у тебя день рождения хотя ищу ищу ведь но ты на самом деле happy birthday to you хотел тебе сыграть а ты травишь меня почем зря я действую по системе тисака который говорит что все жердяи пиздоболочат или как там нет как все дрищи пиздоболы ну в общем чё-то такое короче где жирного человек говорит все что горит тисак нужно пропускать через огромное количество фильтров инстаграма где же жирного человека нужно постоянно гнобить чтобы он не терял мотивации и худел для того чтобы доказать всем что он опять а нет или убил себя ну ты понимаешь но подожди если он убил себя то кто будет переживать по поводу жиробаса пускай подбирает себе большой гроб если он убил себя до того как умрет потому что в обычный гроб он просто не влезет если вы жирные не убиваете себя вы тоже хороший человек вот смотрите мы тоже мы все тут жирные но не такие как денис конечно мы тоже тут все жирные вот в чем дело понимаете я жирный стригуль жирный денис как мы можем смеяться на джавас мы можем если вот какой-нибудь усачев начнет издеваться над жирными то это некрасиво а вообще видели у меня живот пивной как у гомера симпсона имею полное право подкалывать кого бы то ни было просто посмотри сэр крол до сих пор второго уровня чего да чувак это будет весело при том что он джиггернаут и он типа как кэри и ты смотри виндранерка забрала луну на топе ну это просто невозможно 50 это одна шестнадцатая то есть что же было в одной тридцать второй с командой которую победила команда ронетки черт я зачем ты зачем ты об этом сказал теперь я задумался я просто представил себе действительно но эти люди вот эту игру было бы интересно это скорее всего был самый популярный кубок раков 64 команды который нас ждет потому что ну вряд ли мы все-таки просто найдем еще столько таких команд как ронетки которые заплатят тысячи рублей для того чтобы сыграть с командой нул и а грести от life never wait или я уж не говорю про димкася на ико смотри на виду опять забирает кококу смотри ну по одной и той же схеме но сколько же раз можно отдаться ну честное слово минирует четыре раза забрал уже нами дем ланайку батрайдер этот летсплей можно как работа над ошибками let's watch прошу прощения можно просто как работа над ошибками показывать людям как как не надо делать вы посмотрите как мастерски постоянные отводы все это счет еще и регион кого-то соло лайн соло лайн второго уровня второго уровня они капитана блять просто загнобили считаете 1 вр к троих наверху держит троих а чем варка девятого уже уже почти собран этот орчит смотри смотри и блять life never wait еще спокойно заходит со спины и сейчас заберут луну мне кажется хотя у нее есть ульт может это и там еще отвод кто-то делает наверное его тоже заберут не вряд ли нам застаканные крипы нет ну значит заберут минус подошел о блин уже блин дайгер life never wait вытаскивают подкидывали в номинах ульта не будет наверное нет пошел ульт но он уже был совершенно тут дуба что кто-то его тоже сейчас заберут мне кажется нет 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 заберут заберут на битча борьба за один собор они хотят сухую сделать я так понял поэтому они будут а рубик уже отхилился да как так да возьмут сейчас шокер смотри он еще и завелся в тупик не а вот он что же делать что же делать как же твой дурак смотри поймали сейчас виталий кайлофу сейчас он выжжет земли нет они его не видят это только мы его видим я понимаю но не дали мигнули 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 поняли что он в лесу походе сейчас он вырубит да смотри джакир залетает и он далеко ушел слишком счастливый ублюдок прямо как она франк наверное сидит шутка про ану франк я не думал что ты сможешь не думал денис когда не смотрел стюарта ли но это тоже у да прекрати я тебе уже говорил то что стюарт ли упоминал ану франк не означает что да я все ты не украл я не говорю что ты украл нельзя я даже не сказал что ты украл эту шутку я сказал что просто это уже было у стюарта ли все это шутка была была просто упоминание а на франк и да да даже в этом мы похожи где она была везде в грифинах в блять вообще любых в любых мультиках американском папе в грифинах в американском папе в южном парке блять везде где угодно если ты андрей воруешь свои шутки у стюарта ли смотришь исключительно стюарта ли это не означает что стюарт ли изобрел вообще ладно все окей ты украл эту шутку грифинов стебаться над бедной еврейской девочкой которая пряталась от нацистов я могу и без разрешения стюарта ли смотрите как верка забирает верка забирает же как же красиво господи сейчас будет выстрел могу поспорить и он не увернется еще да да ну все неужели той же еще одни осмотрение сухую блять просто в сухую 13 минуты 10-0 фантом лансер спокойно оформил костыль и диффузы и просто блять раздвигает бот 10-0 смотри сирк ролл пятого уровня а ничего с 11 и башня упала там ну все хватает денег на ворчит уже будут они делать будут они делать fast push или нет потому что смотри сейчас курьера могли проебать есть слишком далеко отбежала я думаю они на рошана пойдут просто заберут а эгис его возьмет какой-нибудь кто там пожирнее ну я не знаю даже фантом фантом скорее всего возьмет и просто блять или может быть жук хотя нет от жука толку лучше фантом и просто спокойно пойдут донесут мид я думаю или что у нас там ближе всего к развалу мид топ бот бот наверное или мид смотри собралась команда ранеток внизу архит транквилы спокойно они не смотри 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 может из этого хотя ты знаешь теперь я начинаю думать я думаю мы можем делать ставки сделать ли команды ранетки хотя бы один килограмм игре да хотя бы один не смотри даже пороха ни у кого нет с собой 10 как они собирались пятером ганг да и вообще более того тебе скажу хуй с ним с порохом ни у кого нет ничего как мы юр обычно гангернаута есть спаки и щас щас если он еще одного крипа убьет будет ульта мне почему-то кажется что жук один распиздочит всех ты кстати понимаешь что я бы даже поспорил выиграла бы команда ранетки или выиграла бы наша команда юр ну кстати не знаю ну против против нул против нул против нул никто бы не выиграл а в нашей команде в нашей команде как минимум лиска умеет играть а денис думает что он умеет играть поэтому эти предлагаю поменять лиску на другую женщину на какую на хорошую а у твоей хорошей женщины женщины есть 6000 подписчиков на ютубе да что такое вот видите как как все меряется подписчиками на самом деле ребят я бы лучше тебя поменял на какую-нибудь фронта блять с десяткой ты но ванамасов давайте лучше дэнчика на ванамаса махнем ну махай а что подожди а что батька не захочет с тобой играть юр батька не захочет кобель не вскочит эти серьезно говорю батька с тобой играть не захочет он тебя опустил уже да он сказал что мы раки но можно предложить ему прокомментировать какой-нибудь матч нашего кубка раков вместо дениса да нет просто пускай прокомментирует все все он поменял меня на ванну все все короче денисова предложение вот денис не рой другому яму действительно правда на самом деле юр я практически уверен яму ну хорошо давай не поменяем давай добавим еще же откуда у тебя вообще женщина вторая а объясни мне пожалуйста это к стригуливу вопрос что ко мне ну все короче говоря пока мы говорили мы минус 5 нет минус 4 минус 4 хорошая игра ггвп порадуйте гована голлив ну что капитан 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 ливнул нет ребят у нас правило что капитаны сдаются они команды и так далее капитан ливнул поэтому полагаю на подожди подожди юр подожди я нашел ноты юр перед тем как закончить во первых денис нашел нота во вторых я хотел сказать что я мне кажется понял как работает мысли у школьников вот ты сейчас начал набить дениса и школьники начнут его защищать денис будет новым линком для нас теперь черт нет нет не хочу быть новым линком быстрее где хэппи бездой и просто школьники начнут типа там да не гони на фанвизина пидор ванвизин лучший ваще это не ты играешь ты включил пиздобол пиздобол это не ты играешь хуисос дамы и господа денис фанвизин хуисос мул победил капитан лггвп и дисконеку и последний раз денис фанвизин наверное